Всем привет! Сегодня мы поговорим о привычках и продуктах, которые оказывают губительное воздействие на почки. В видео также сможете узнать много полезной информации для здоровья этого органа, поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 66% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Почки – это парный орган, который отвечает за различные функции в организме. Они обеспечивают фильтрацию крови, выведение токсинов и шлаков, синтез гормонов, образование первичной мочи, поддержание обмена веществ и водно-электролитного баланса. Есть целый ряд причин и ежедневных привычек, которые повышают риск развития заболеваний почек. Наиболее часто на этот орган негативно воздействуют сопутствующие болезни, сахарный диабет и высокое артериальное давление. Однако существуют и другие причины нарушения работы почек. Неправильное питание повышает нагрузку на орган, заставляя его работать на износ. Почки не могут работать в полную силу, в организме накапливается жидкость, это приводит к появлению отеков, в крови увеличивается концентрация токсичных соединений. Чтобы защитить себя от дальнейших проблем со здоровьем, нужно знать, какие продукты могут быть опасны для почек. Правильное питание и полезные привычки помогут улучшить функцию органа и удалить из организма вредные вещества. Негативное воздействие на почки оказывает рацион, в котором содержится много продуктов, богатых калием и натрием, белком, а также чрезмерное количество специй и пряностей. Безопасная для почек диета предусматривает ограничение натрия и калия до 2 г в сутки, фосфора – до 1 г ежесуточно. Газированные напитки темного цвета В целом любая газировка негативно сказывается на почках, но особое внимание стоит уделить той, что имеет темный цвет. Такой продукт содержит не только сахар и лишние калории, но и фосфор. Этот компонент добавляют для поддержания цвета напитка и увеличения срока годности. Большинство темных газированных напитков содержат 50-100 мг фосфора на 200 мл жидкости. Избыток минерала опасен появлением мочекаменной болезни и нарушением функции почек. Большое количество сахара в рационе Привычка есть много сахара считается вредной и косвенно влияет на состояние почек. Мы уже упоминали, что зачастую причиной повреждения органа является сахарный диабет и гипертония. Причиной появления этих недугов, в свою очередь, является ожирение, которое возникает при неправильном питании и избытке сладкой пищи. Многие ошибочно полагают, что если не едят шоколад и не добавляют сахар в чай, то не употребляют сладкое. На самом деле это не так. Сейчас сахар содержится во многих продуктах в скрытом виде. Он есть почти во всех пакетированных соках, маринадах, соусах и других добавках. Консервы В современном мире всё чаще люди отдают предпочтение консервированным продуктам. Неудивительно, ведь выбор огромен – мясо, рыба и даже суп. Очень удобно, быстро приготовил, да и стоит недорого. Однако такие продукты содержат в себе огромное количество поваренной соли, ведь именно натрий продлевает срок годности консервов. При проблемах с почками консервы строго под запретом из-за плохого состава и низкой питательной ценности. Да и здоровым людям не стоит употреблять более 5 грамм поваренной соли в сутки. Обычно лучше всего выбирать продукты с более низким содержанием натрия или те, которые помечены как «без добавления соли». Если хотите снизить количество соли, можно промыть консервированные продукты чистой водой. Недостаточное употребление воды Поддерживать водный баланс в организме очень важно для правильной работы почек. Достаточное количество жидкостей помогает почкам формировать мочу, предотвращает образование камней, улучшает выведение токсинов и других вредных соединений. Здоровому человеку в зависимости от физической активности необходимо выпивать примерно 1,5-2 литра воды в день. Если же у вас есть проблемы с почками, то количество жидкости стоит ограничить во избежание появления отёков, но не исключить полностью. Цельнозерновой хлеб Многие врачи и диетологи рекомендуют выбирать цельнозерновой хлеб вместо обычного чёрного или белого батона. Он и правда считается более полезным, так как богат пищевыми волокнами и витаминами. Но если рассматривать этот продукт с точки зрения здоровья почек, то всё не так однозначно. В цельнозерновом хлебе содержится много фосфора и калия. Эти микроэлементы в большом количестве способны нарушить функцию почек. Поэтому людям с заболеваниями этого органа рекомендуется ограничить количество цельнозернового хлеба или даже выбирать белый хлеб. В нём в два раза снижено содержание фосфора и калия. Не стоит забывать, что в большинстве хлебоболочных изделий есть соль. Мы уже упоминали о её негативном влиянии на почки и другие органы. Внимательно изучайте состав продукта перед его покупкой. Это поможет выбрать только полезные продукты, необходимые для здоровья внутренних органов. Бурый рис. Это ещё один представитель здорового и сбалансированного питания. Однако цельное зерно отличается более высоким содержанием калия и фосфора в сравнении с белым рисом. Одна чашка варёного коричневого риса содержит 150 мг фосфора и 154 мг калия, в то время как чашка варёного белого риса, 69 мг фосфора и 54 мг калия. При этом не стоит полностью отказываться от бурого риса, рекомендуется контролировать порции, чтобы не допустить избыточного поступления микроэлементов в организм. Булгур, гречка, перловка и кускус – это питательные зёрна с низким содержанием фосфора, которые могут стать хорошей заменой коричневому рису. Бананы. Все знают, что бананы богаты калием. В банане среднего размера 422 мг этого элемента. Но полностью отказываться от фрукта не стоит. Помните об ограничении – максимум 2 плода в день. К сожалению, многие другие терапические фрукты тоже характеризуются высоким содержанием калия. Исключением являются ананасы. Они могут стать более подходящей, но не менее вкусной альтернативой. Молочные продукты. Любители молока даже не задумываются о том, что могут навредить своим почкам. Действительно, этот напиток содержит много витаминов и полезных веществ. Среди важных микроэлементов стоит отметить фосфор и калий. Но их избыток приводит к нарушению работы почек и образованию камней. Кроме того, большое количество фосфора в крови снижает содержание кальция в костях. Это становится причиной уменьшения их минеральной плотности и повышению риска развития остеопороза. Также молоко – это источник белка. В одном стакане содержится не менее 8 граммов вещества. Белковые продукты оказывают большую нагрузку на почки. Поэтому людям с заболеванием мочевыводящих путей рекомендуется искать альтернативу коровьему молоку. Более безопасным вариантом является растительное молоко – миндальное или рисовое. Авокадо Авокадо очень популярен из-за своих многочисленных питательных свойств. Овощ содержит полезные жиры, клетчатку и витамины. Все компоненты важны для нашего организма, особенно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Несмотря на то, что авокадо является здоровым дополнением к рациону, у него есть некоторые ограничения. Людям с заболеваниями почек лучше избегать употребления этого овоща. Всего 150 грамм авокадо содержит колоссальные 727 мг калия. Это в два раза больше, чем в среднем банане. Избыток мяса в рационе Это ещё один источник животного белка. Безусловно, он необходим для роста мышц и других внутренних органов. Однако, если белок поступает в организм в большом количестве, почки работают в усиленном режиме, увеличивая скорость фильтрации. Здоровый организм сможет справиться с такими нагрузками. А вот людям с почечной недостаточностью, большое количество мясных продуктов может навредить. Особенно негативно отражается на здоровье употребление обработанного мяса. Сюда можно отнести все субпродукты в виде бекона или колбасы. Дополнительно, они содержат много поваренной соли. Натрий, в свою очередь, вызывает отёки и нарушение функции почек. Больше всего консервантов и усилителей вкуса содержатся в быстро растворимых и замороженных блюдах. Это всевозможные пиццы или супы, которые можно приготовить, просто разогревая в микроволновке. Не рекомендуется включать эти продукты в свой рацион, особенно людям с болезнями почек. Обезболивающие препараты Учёные доказали, что длительное применение обезболивающих лекарств практически в два раза повышает риск развития рака почек. Хронические заболевания, такие как мигрень или боль в суставах, не следует лечить противовоспалительными препаратами. Вместо этого поговорите со своим врачом о более безопасных, долгосрочных вариантах обезболивания. Старайтесь не пить таблетки в случаях, когда можно обойтись без них. Многие симптомы устраняются правильным питанием и налаженным режимом работы. Бессонница и низкая физическая активность Хороший ночной отдых чрезвычайно важен для общего самочувствия и, как оказалось, для почек. Их функция регулируется циклом сна и бодрствования, который помогает координировать нагрузку на внутренние органы в течение суток. Недостаток физической активности, долгое нахождение в одной позиции ухудшают кровообращение почек и других органов. Это приводит к различным хроническим заболеваниям. Физические упражнения помогают улучшить кровяное давление, метаболизм глюкозы, что является важным фактором здоровья почек. Теперь вы знаете продукты и вредные привычки, которые опасны и ухудшают состояние почек. Этот парный орган ежедневно фильтрует кровь и очищает организм от вредных соединений. Поддержание здоровья почек поможет сохранить вам молодость и долголетие в любом возрасте. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!